Дорогие соотечественники! У нас сегодня в гостях Тимофей Бордачев, программный директор фонда «Валдай». Рады вас приветствовать, Тимофей! Здравствуйте! На нашей авторской программе «Позиция». Слово «Позиция» мы не у Познера позаимствовали, он сам позаимствовал из великого и могучего русского языка. Но слово «Позиция» предполагает, что человек не политкорректно, не политически грамотно, не морально устойчиво никак, а говорит от своего собственного имени, от своей души, от того, как он видит вещи, как он видит мир, как он видит проблемы и пути развития. И поэтому вот такая короткая как бы преамбула для вас, как для нашего гостя. А вы гость не только мой, а всех наших соотечественников, телезрителей, которые вас сейчас видят на экране. Спасибо. И поскольку прозвучало слово «Валдай», значит для одних слово «Валдай», кто хорошо знает географию, мы все родом из СССР, красивейшие места, фантастическая природа, да и вообще какое-то знаковое место, богом отмеченное. Для других слово «Валдай» – это место, где собираются так называемые «финкер танкс», то есть некие мыслители, некие люди, которые, я смело так скажу, даже не особо переживая за корректность, люди, которые отмечены особой заботой о судьбах не только России, а всех тех стран, с которыми Россия веками, если не сказать там за тысячелетия уже, да, постоянно находятся в взаимодействии. Через религию, через культуру, через экономику, через общий взгляд на мир. И вот в этом смысле для нас очень важно не быть оторванными. Почему? Когда какой-то народ или какой-то человек отрывается от своих общих корней, дела начинают идти плохо. Мы это видим вот на примере соседней Украины. Вот приехала фрау Меркель к Порошенко, устроил он вот этот кровавый спектакль на Востоке, а фрау Меркель как-то это не обрадовала, стояла она как-то понура, с очень темным выражением лица. Мир меняется, что-то происходит в этом мире. И я думаю, что вот эти недавние выборы в Америке четко показали, что так дальше жить миру, как он жил, нельзя. Потому что фактически Трамп это не какой-то, как его пытаются представить, какой-то юродивый, какой-то там бизнесмен, который как слон в политической лавке. Это фактически пожарник, спасатель. Госдолг от 10 триллионов до 20 триллионов за 8 лет правления Обамы. И Трамп сказал, парни, надо спасать страну, и как он может, так и спасает. И вот в этой изменившейся обстановке, она прямо видно на глазах, все меняется. Меняются все эти ценности, расценки, принципы трещать начинают, какие-то новые формы и вещи. Скажите, пожалуйста, вот Клуб Валдай, вот это собрание мыслителей России, которые делают честь, кто вообще-то говоря, а кто делает честь стране? Ее лучшие умы. Греция, Аристотель, Платон, Россия такие великие философы, как Лосев, которые как-то, на мой взгляд, недостатки. Я уже не говорю о Флоринском, о Бердяеве, там, многих других. Как вы считаете, вот русская творческая мысль предусмотрела такое развитие событий, которые мы сейчас наблюдаем? И как видится с точки зрения представителей русской мысли? Я даже, может, не очень корректно сказал, не русской, а российской. Потому что Россия, Русь-собирательница России, я так понимаю. То есть, вот нам сейчас это очень важно, потому что это вечный раздрайв на Запад, на Восток, шарахаются, как курица, там, между забором и автобусом. Это людям надоело. Мы все-таки имеем свои корни, нас очень многое сближает. Вот, может, я так немножко расплывчиво оконтурил вопрос, но он для нас очень-очень важен. Как видится вам это? Ну, во-первых, спасибо вам за такую высокую характеристику работы нашего клуба. Мы работаем уже 14 лет. В работе клуба «Валдая» участвуют не только российские политологи, дипломаты, ученые, но и зарубежные, из очень многих стран. Постепенно увеличивается количество участников не только из Европы, США, но и из азиатских стран. И мне кажется, что вот эту тенденцию становления нового мира, важным фактором прихода вот этого нового мира действительно стали последние выборы в США. Вот эту тенденцию мы уловили уже достаточно давно. И мы понимали, что мы должны к этому готовиться, что это неизбежно. Довольно давно у нас сформировалось четкое понимание того, что нельзя бесконечно жить по накатанной и ничего не менять. Вот как в 1991 году рухнул Советский Союз, изменилась международная обстановка, но вообще менять ничего не стали. Ну, нет Советского Союза, ну, дальше Америка будет править. Оказалось, что возможности Америки исчерпались достаточно быстро, в течение меньше, чем 25 лет. И вы совершенно правильно заметили, что задача нового президента США – это задача спасения этой великой страны. Спасение ее и в прямом материальном смысле, и в духовном смысле. Потому что инфраструктура в США находится в чудовищном состоянии. Дороги разваливаются. Во многих городах в метро невозможно зайти. Аэропорты старые. Детройт. Все старое. То есть, к сожалению, американское государство на протяжении последних 20 лет, во-первых, жило в долг. Во-вторых, тратило очень много ресурсов на то, чтобы контролировать остальных. На то, чтобы навязывать остальным свою точку зрения. И вот это Трамп пытается исправить. Вторая проблема – это проблема для Америки, это проблема экзистенциальная того, как она себя видит в мире. Потому что вы же посмотрите, до чего они дошли. При всем уважении к нашим американским друзьям, серьезно рассуждать о том, что Россия, российские хакеры вмешивались в предвыборную кампанию в США, привели к власти Трампа. Ну, это же абсурд какой-то, да? Как сказал президент России, Америка – это же не какая-нибудь банановая страна, где российские хакеры могут вмешаться и изменить политическую ситуацию. Это великая держава. И вот это должно было произойти. То есть, предпосылки к тому, что происходит сейчас, они накапливались на протяжении последних, по меньшей мере, 15 лет. И клуб это почувствовал. И мы постоянно обсуждали с нашими зарубежными коллегами на протяжении уже последних минимум 3-4 лет того, что мир пришел к некому точке перелома. И то, как сделать эту точку перелома мирной и безопасной. Потому что мы вот с вами находимся сейчас в маленькой, уютной Молдове. А во все эти процессы вовлечены весьма серьезные, опасные державы с большим количеством ядерного оружия. Поэтому нам нужно понимать, как эти державы – Россия, Америка, Китай – как они между собой договорятся. И насколько безопасным они сделают мир для Молдовы, например. Для других стран, которые не обладают такими колоссальными военными возможностями. Вот об этом мы с нашими коллегами достаточно давно уже думали, публиковали доклады. И если мы можем так сказать, то действительно интеллектуально готовились. Хотя еще раз хотел бы подчеркнуть, что все-таки большинство коллег в России не ожидало того, что произошло на выборах США. То есть, никто не предполагал, что перемены начнутся гораздо быстрее и драматичнее, чем предполагалось? Никто не предполагал, что в Соединенных Штатах окажется критическая масса людей, которым самим надоело. Та ситуация, которая шла понакатанной после завершения Холодной войны, в первую очередь в части внутреннего развития самой Америки. Мы все-таки думали, что Соединенные Штаты пройдут период. Помните, как была в 80-е годы так называемая гонка на лафетах, когда сначала Андропов, потом Черненко. Мы думали, что изберут… Большинство российских экспертов думали, что изберут клиента… У них тоже аж геронтократией запахло. Мы думали, большинство российских экспертов думали, что изберут Клинтон, который будет слабым президентом. Вымрет поколение. Да, а потом уже придет что-то новое. А вот на самом деле все произошло гораздо резче. И революционером оказался представитель именно старого поколения. Да, революционером оказался представитель, так скажем, консервативного поколения и реального бизнеса. В чем бизнес Трампа? Бизнес Трампа в том, чтобы устроить и продавать дорогие дома. Это вполне конкретный, осязаемый бизнес, который можно потрогать руками. И неудивительно, что те люди, которые его окружают, это представители реального сектора экономики. Не высоких технологий, не силиконовой долины, не фейсбуков, там и всех остальных виртуальных пузырей. А вполне реального сектора экономики. Это одна группа его поддержки. Вторая группа его поддержки, это безусловно военные. И поэтому здесь мы имеем дело с достаточно твердыми реалистами. И очень интересно, что эта команда смогла прийти к власти. И очень важно для становления нового мира, кто как эта команда будет себя вести. Тимофей, а вот можно представить себе картину следующим образом? Почему я говорю о картине? Потому что нам обычно вместо правды лепят картинки. Это известно. Обывателю из картинок рисуется какой-то странный мир, ничего общего с реальностью не имеющий. Понятно почему, потому что элиты всегда живут реальными интересами, а массам скарливаются мифы, символы, картинки, так называемое символическое насилие, символические соблазны. Вот этим пытаются. Но масса тоже, когда ей припирает, она начинает показывать свое несогласие с этими картинками. И тогда начинается кризис. И вот если с этой точки зрения посмотреть, данные соцопроса, вот я недавно слышал по Штатам, значит, если поверить в СНН, я смотрю там часто, значит, Евроньюз и другие, это Трамп какой-то еще одиада, какой-то там чуть ли не больной на голову какой-то миллиардер свихнувшийся, бог знает что. А вот данные соцопроса в самой Америке показывают, 41 не согласны с его политикой, то есть те, кто на картинках живет и так далее, 10 не знают, а остальные, получается, а их почти 50, которые согласны с его, то есть те картинки, которые нам показывают, да, получается, что они никак не согласуются не только с реальным положением дел в экономике, но и с мнением рядовых американцев, потому что, получая, почему, вот создается впечатление, почему произошел раскол и элиты общества, потому что те ребята, которые сделали Америку Америкой, которые построили эти ржавеющие авианосцы и уже устаревающие самолеты, да, они этим банкирам и всем этим фокусникам, специалистам по мыльным пузырям обеспечили и транснациональным корпорациям доминацию во всем мире, а те, кто это все создал, обеспечил, и кто их защищает и прикрывает, оказалось, что все эти потоки проходят мимо них, рабочие места уплывают, и тогда в этой ситуации создается такое впечатление, что этого не могло не случиться, то есть это какой-то объективный процесс, и когда Си Цзиньпин, я работал послом в Китае недавно, там был, я хорошо знаю, там такая площадка, кстати, там мнение американцев, африканцев, там кого угодно услышал, когда Си Цзиньпин, да, если говорить, да, мы же за глобализацию, а Трамп, получается, это протекционизм, назовем вещи своими именами. Что происходит в мире в этом отношении? Ну, во-первых, вы совершенно правильно, с моей точки зрения, определили причину того, что это произошло так на американских выборах, что огромное количество тех людей, тружеников простых американцев, да, они видели, что вот этот весь блестящий, сияющий мир, А, сияющий, как это, дом на холме? Созданный СиНН и вот этими телевизионными картинками, что он проносится мимо них, а им остаются разваливающиеся заводы и дороги, непригодные к использованию. И поэтому они, даже не признаваясь в социологических опросах, которые проводил СиНН, они проголосовали за Трампа. Многие люди же не говорили о том, что они проголосуют за Трампа, именно из-за того, что вокруг него была создана вот эта атмосфера истерики. Не побоюсь этого слова, именно истерики. Сейчас его избрали. Его политика, конечно, будет в значительной степени протекционистской. И она будет поощрять возвращение производства на территорию страны и ограничения для тех компаний, которые занимаются демпингом. Фактически. Ну, там, например, южнокорейские компании. Раздавание мыльных пузырей. Ну, и зарубежные конкуренты также. Позиция наших китайских друзей, а Китайская Народная Республика является, я выступаю здесь как российский эксперт, Китайская Народная Республика является сейчас, наверное, главным партнером и наиболее важным партнером и другом России на международной арене. Позиция наших китайских друзей вполне понятна. Китай выигрывал от глобализации. Китай выигрывал от увеличивающихся возможностей свободной торговли, продажи своих товаров на европейском, американском, в первую очередь, но также внутреннем азиатском рынке. Но при этом сам Китай должен будет сейчас серьезно задуматься о степени открытости своей экономики и своего рынка. Потому что все-таки вы, как специалист, человек, работавший в Китае, вы знаете, что при постоянном стремлении китайцев к свободной торговле технические ограничения, так называемые нетарифные барьеры, в Китае очень высокие. Я, например, думаю, что начать продавать в Китае молдавское вино оказалось неизбыточным. Оказалось неизбыточным. Именно по причине внутренних нетарифных, высоких нетарифных барьеров и фактически скрытого протокационизма. Потому что Китай также в 90-е годы, в начале 2000-х, начал развивать свою винодельческую индустрию в отдельных регионах страны. В Шандоне, да. Поэтому вот эти все вещи становятся сейчас предметом для обсуждения. И когда безмерно уважаемый нами господин президент Китайской Народной Республики говорит о том, что Китай является стройником глобализации, мы говорим, да, но давайте при этом говорить о взаимной открытости рынков. Это очень важно. И я думаю, что в значительной степени позиция Трампа именно с этим и связана. Именно поэтому Трампа поддержали те люди, которые за него проголосовали. Если посмотреть с точки зрения, вот я наблюдаю так, отслеживаю постоянно разные, так сказать, потоки движения, если так можно сказать, мировой мысли. Я вот недавно вернулся с Международного конгресса в Риме по смещенному устойчивому развитию. Там были люди из команды Трампа, из Джорджтаунского университета. Там были очень много представителей, которые имеют отношение непосредственно к задачам, которые решает Владимир Владимирович Путин. Там были люди фрау Меркель. То есть, ну, как говорят в народе, была тусовка. Ну, это такие финкеры, мыслители, толковые люди. И поскольку мы там иногда за рюмкой чая беседовали, в этой обстановке люди доверяют друг другу, говорят довольно искренне. У меня такое впечатление, что вот эта эра мракобесия, вот эта эпоха, период мракобесия, который начался с момента холодной войны, речь о Фултоне, значит, Винстона Черчилля. Потом вроде казалось, ни соцлагеря, ни Варшавского договора, ни союза, как вроде нет. Вроде какое-то время как-то было непонятно что, либерально-демократические поветрия пошли, сильно поверимшие в это, и сильно погремшие в России на этом. И тут вдруг такая волна холодная запахла чуть ли не Третьей мировой, тональности уже были такие, что просто зашкаливало. И вдруг неожиданно пузырь лопнул. Такое впечатление, что вот этот ледяной склад разорвало от каких-то внутренних там давлений, куски льда полетели во все стороны. И такое впечатление, что Запад растерялся. И следя за мыслью Валдайского клуба, я имею в виду общее направление, те варианты, или, скажем, те предложения, которые и президент России, и вот наиболее светлые умы этой страны многонациональной, они сейчас, у меня такое впечатление, есть, конечно, немножко элемент, что и тут растерялись. Потому что, как никто не ожидал развала СССР, и первое время вся контора ахнула, так что с этим делать. Немножко получилось, как и вы сами сказали, слишком как-то быстро. Не по мере ухода поколения, как-то еще и носитель старого традиционализма американского вышел вперед. Как вести себя народу Молдовы, руководству Молдовы, стране всей в этой ситуации? Что бы вы посоветовали? Потому что явное потепление в отношениях. Явно вот крики биотийцев и всех, кто не уважает ни предков своих, ни традиций, а традиции у нас огромные. Я не говорю о том, что внук Стефана Великого, нашего знаменитого Штефана, значит, как известно, был первым, он же русский, по отцу, молдаванин по матери, Елена Волошенко, вот, это был первым помазанным, внимание, не на Великое княжество. Мальчик Дмитрий на царствие, тогда рухнул Константинополь, то есть уже он на связи, еще какие древние. Дмитрий Кантемир, это, его признают все первые академики, не только Молдовы, он в России, будучи советником, соратником Петра Великого, первые русские академии, это Берлинская академия наук. Я уже не говорю Мелевску с Пафари, который был учителем Петра, я не говорю дальнейшие. Антиох Кантемир считается первым светским писателем на России, образованнейший человек. То есть, вот эта вся череда взаимодействий, несмотря что через, там, в украинские степи далеко, ведь Молдова и Россия почти все время, веками взаимодействовала. У нас тоже православие, мы относимся, кстати, к московской патриархии, нас связывают очень-очень-очень, и несмотря на все эти пропагандистские трюки, картинки, заламывание рук, информационной блокаде, символическому насилию, символическим соблазнам, все-таки уважение к России огромное, в Молдове. Вот посмотрите, во времена, скажем, возьмем, до прихода к власти проевропейской коалиции, где-то процентов до 70 склонялось к тому, что Россия, как бы, не может быть образцом, эталоном, к чему стремиться, и в качестве, как говорят, парадигмы, то есть, некого образца эталона, Запад. И вот после этих 7 лет правления, цифра перевернулась. 70 где-то уже, если мы возьмем и гастарбатеров, что в России работает, и преднестровцев, а не только лукавые наши эти соцопросы местные, то картина перевернулась. Как вы считаете, вот эта тенденция, она в людях происходит, в простых людях, она будет поддержана Россией? Это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, я все-таки хотел бы сказать, что народ Молдовы очень мудрый народ. Несмотря на вот эти все политические трудности и шарахания, народ Молдовы все-таки сумел избежать того безумия, которое творится к востоку от молдавских границ, к востоку от реки Днестр, и не позволить погрузить себя вот эту кровавую вахханалию, в которую погрузили себя ваши восточные соседи. И это очень хорошо, это замечательно. И это видно. Да, и это видно. И поэтому, и в России это прекрасно понимают, и ценят, что никакие истерические призывы из Киева совместно там решить при Днестровке вопрос в Молдове ответственными молдавскими политиками никогда услышаны не будут. Я думаю, что отношение к Молдове в России очень позитивное. Я думаю, что главный вопрос это вопрос выстраивания системы торгово-экономических отношений, которые будут способствовать развитию в первую очередь Молдовы и наших торгово-экономических связей. Я, честно говорю вам, не считаю, что страна, какая-либо страна, будь то Россия, Молдова, не знаю, Грузия, любая страна должна рассмотреть на другую страну как на идеал. Идеал, как парадигмы, как парадигмы, на Россию, неважно, на Россию или на Европу. Идеал он в себе. Идеал это то, каким мы будем идеальным, а не будем ли мы таким же, как кто-то другой. у каждого. Вот когда-то была такая статья на там, Фрэнсис Фукуяма написал о конце истории. Значит, предполагалось так, что из гегельской теории совершенства, совершенство это одно, это некий пик, и понималось у Фукуямы, если гегель прусскую монархию имел в виду, то Фукуяма имел в виду, конечно, глобализм и селяющий дом на холме. Да. То есть Америку. Я считаю, что для Кита... А в мире, что я посмотрел, у Китаев свое понятие о совершенном человеке, о совершенном государстве. На Западе другое, в России третье. Я правильно понял? Совершенно правильно. Совершенно правильно. И не мое дело давать советы народу Молдовы. Народ Молдовы достаточно велик, достаточно имеет большую историю, большой исторический опыт, и легкий, и трудный, и всякий. Поэтому не мое дело давать совет народу Молдовы, но мне кажется, что идеал это не то, что где-то, а идеал это то, что будет здесь. Это качество жизни, качество свобод, доступность образования, доступность медицинских услуг, существующий непосредственно в этой стране, а не то, к чему она должна стремиться, ориентируясь на какие-то образцы. И для Молдовы достижение, повышение качества жизни ее жителей является очевидной важнейшей задачей развития инфраструктуры, которая, к сожалению, пока находится не в самом лучшем состоянии, как мы это можем наблюдать. И это может достигаться как через сотрудничество с Европейским Союзом, так и через сотрудничество с Россией. Но Молдова не должна бежать в какую-то сторону, Молдова должна заниматься собой. То есть, я понимаю, то есть, как только какой-то народ стремится к чужому пониманию совершенства, к чужому пониманию личности, государства, уклада, он с этого момента теряет собственное «я», опору на собственную духовность, на собственных предков, на собственные традиции. Я вот почему говорю о предках, традициях, потому что, работая в Китае, меня всегда там поражало. Это прекрасное знание истории своей страны, карть своей страны. В Китае все знают, все помнят, кто чего, у кого, где. И самое главное, это безмерное уважение вплоть до, чуть ли не до культа предков. И вот это, на мой взгляд, вот это уважение к предкам, к традициям, потому что предки – это те, кто своим потом и кровью создали эту страну, обеспечили ее настоящее и будущее. И вот мне очень нравится вот то, что вы сказали, что надо опираться на себя, на свою духовность. И все эти совершенства должны уважать друг друга, совершенства, должны научиться разговаривать друг с другом с позицией взаимного уважения, искать то, что нас ближает, а не то, что нас разъединяет. Конечно. И в этом смысле, вот, что, издаются ли какие-то издания, издаются ли какие-то книги, какие-то материалы, вот, чтобы работу Валдайского клуба, ну, лучше бы знали жители и на той же Украине, и у нас в Молдавии, и в той же Грузии, и в той же Прибалтике, кстати. Мы ведем очень большую издательскую деятельность, мы публикуем большое количество и статей, и аналитических материалов большего размера, как российских, так и международных авторов. Порядка 70% наших публикаций это не российские авторы, это зарубежные авторы. То есть, мы пытаемся создать у нас такую площадку международного интеллектуального общения, не только про Россию, да, и ее внешнюю политику, а в первую очередь про развитие мира. И все наши публикации бесплатно доступны на сайте Валдайского клуба valdaiclub.com И все можно там скачать, почитать, посмотреть любые наши публикации. valdaiclub.com Это ваши координаты в интернете. Это интернет-сайт Валдайского клуба. И скажите, пожалуйста, вот ваше впечатление. Вы сказали, что количество людей, которые причастны к деятельности вашего клуба, растет с каждым годом. Что было труднее всего на первых порах? на первых порах труднее всего было сделать так, чтобы люди говорили не только про Россию и ее проблемы. Мы не создавали клуб советологов, специалистов по России. Мы хотели, чтобы Россия стала одной из международных, мировых интеллектуальных площадок. Создать в России мировую интеллектуальную площадку, повестка которой, дискуссия на которой идет намного дальше, чем российские проблемы и озабоченности. Вы знаете, я скажу, я люблю слово амбициозно, потому что обычно пегеративный характер, амбициозный там кто-то на что-то претендует, а ведь на самом деле амбициозность такого плана очень важна, если учесть, что Евразия это не от Уральских гор, Евразия это Атлантики до Тихого океана. Если мы будем говорить географически, они какими-то я вообще заметил, странная вещь, представление географии, вот эти так называемые ментальные карты. Иногда вот нам молдаванам говорят, вот мы должны в Европу то да сё. Я говорю, ребят, вы на карту в школе учились, вот вам от Урала и вот до Атлантики. Карта Европы. Сложите её пополам и Молдова окажется ровно посерединке. Если мы говорим Авразия, это не какие-то уорды каких-то там кочевников сумасшедших непонятно чего желающих. Кстати, у кочевников в империи Чингисхана и Бату Золотой Эрды недооцененных до сих пор, какая их была роль в объединении, Караваны шли, не дай Боже, кто тронул купца или нарушил закон. Их часто представляют какими-то там варварами и так далее. Так вот, на мой взгляд, вот это объединение Евразии, вот скажем, от Карпат до Тихого океана, я помню, когда в Пекине ко мне приходили в посольство на Ревом Кучае и так далее, приходили разные представители, значит, китайского общества. Больше всего меня поражает, когда пришли китайские из органов, которые выискивают врагов страны. И когда они уходили, а у меня в прихожей там огромная панорама была, село Бутучен, вот где у меня дом, а там была самая западная столица Золотой Орды. Город назывался на латыни Восток, на арабском Шехрал-Джидидаль-Махруса. Правда, совершенно, значит, это как бы новый город, как бы Новгород, благословенный Аллах. Там столица была самая западная. И когда меня китайцы спросили, а что это у вас, господин посол, тут такой красивый вид, там скалы, все такое, что это такое? Я говорю, товарищи китайцы, мы с вами, знаете, где сейчас находимся? В Даду. Это была самая, какая, восточная столица имперской, вот этой татаро-монгольской, значит, это первые объединители, собиратели этой самой Евразии. Вот это, а это то, что вы видите, вот панорама, это ее, самая западная. И китайцы, между сном, сначала шу-шу-шу, я говорю, вспомните династию Юань, чисто могольская, они говорят, точно, этот европейец совершенно правильно говорит. То есть видите, как нас объединяет? И Китай, и Россию, и Узбекистан, и Молдову. И вот так вот взять эти огромные вот эти территории, это не только шелковый путь, это гораздо больше. И в данном случае не Китай объединил, а степняки, культура которых. Я снимаю шляпу, это неправильная оценка. Мол, они проходили, вырезали. А рыцари тевтонские светлые очи выкалывали людям, и бог знает, это было жестокое время. Но уже тогда, вот я заметил, вот эта тенденция к объединению Евразии, если брать вот от Атлантики, от Тихого океана, я думаю, что это правильный путь. Потому что мы, Молдова, вот такая маленькая страна, находимся на пересечении трех могучих тектонических цивилизационных плит. Запад с одной стороны, я имею в виду и Западная Европа, и так далее. Россия, Восток, Евразия, я имею в виду и тюркские народы, и славянские народы. А с другой стороны, юг, вот Турция, пожалуйста, это все. И вот нас угораздило родиться на таком маленьком... Может быть, это счастье. Может быть, не угораздило, может быть, это удача. Земли, где вечно там какие-то, то побоище, то мир. Но я думаю, это наше преимущество. Если, конечно, будет внешняя поддержка. Потому что маленькой стране полагаться только на одну себя нужно, обязательно. Это неизбежное, это непререкаемое условие. Но еще как-то вот надо позиционироваться, чтобы нас не перекашивало. Вот то на Восток свет идет из Кремля, то на Запад свет из Вашингтона, Тут там раньше наши господари все в порту ездили в Стамбул за фирманами. И такое было. И даже польские по не одно время тут пытались парадом, так сказать, на Украине они наказяничали. Вот до сих пор видим результаты. Как с точки зрения русской многонациональной творческой мысли, да еще ориентированной на эту площадку, я имею в виду Валдайский клуб, каким вы видите перспективу развития Молдовы? Какие вот могут быть сделаны шаги? Понятно, это сложный процесс, это так далее, чтобы вот эта часть вектора из этих трех, о которых я называл, а именно Евразийский, имела свое настоящее, исторически должное, вот это присутствие. Ну, недостаточно сложно здесь судить, но все-таки будущее Молдовы и народа в руках народа Молдовы, который может выражать свою волю в ходе выборов, и что мы, собственно, видели недавно, когда был избран новый президент, бывший, насколько я знаю, в оппозиции. Как смотрят в России на нашего вновь избранного президента Игоря Додона? Насколько я понимаю, что первый визит избранного, уже вступившего в должность президента Молдовы в Москву, было достаточно успешным, и те переговоры, которые он провел с российским руководством, были достаточно позитивными. Теперь дело за юристами, за дипломатами из России и из Молдовы, которые должны будут выровнять вот этот крен, сложившийся после подписания соглашения о торговле, углубленного и всестороннего соглашения о торговле с Европейским Союзом, между Молдовой и Европейским Союзом. Вот этот крен, ту сторону нужно будет выравнивать за счет постепенного отстраивания торгово-экономических отношений с Евразийским Союзом, членом которого является Россия. Давайте не забывать о том, что Россия свою торговую политику больше самостоятельно не определяет. Российская торговая политика определяется на уровне Евразийского экономического союза, Евразийской экономической комиссии. И здесь, мне кажется, что у Молдовы могут быть дополнительные возможности для расширения своего экспорта в страны Евразийского экономического союза и, конечно, в силу размеров рынка, в первую очередь в России. Важнейший вопрос, безусловно, это регулирование трудовой миграции. Этот вопрос тоже должен решаться цивилизованным образом. Очень болезненный и важный. Очень важный вопрос. Например, рядом с стран Центральной Азии, с которыми Россия также активно сотрудничает в сфере на рынке труда, также начинается постепенное движение к приданию этому вопросу более цивилизованного характера. Мы можем выбирать те важные для наших обеих стран и для других стран Евразийского союза сюжеты, по которым вести отдельный переговор в сфере торговли, инвестиций, регулирования рынка труда, передвижения рабочей силы, например. Это не обязательно будет означать то, что Молдова будет выходить или каким-то образом нарушать свои договорные обязательства в отношении к Европейским союзам. Да, это тоже сложный момент. Да. Ну а дальше посмотрим. Через два года в Молдове будут выборы. И у народа Молдовы будет возможность выбрать свой парламент и выбрать свое правительство. То есть дорогу оселит идущий. И все пути открыты. При том условии, что, скажем так, традиционные многовековые связи между нашими народами, они, как говорят люди, это не трын-трава, это серьезно. И это то, что веками, мне кажется, оседало в душах людей и в сердцах, это не так легко вытравить. И, как говорится, опираясь на опыт наших предков и на сотрудничество, оно и кровью, и потом полито. Значит, оно должно определить наше будущее развитие. Большое спасибо. Большое спасибо. Вам было очень приятно. Пока. Спасибо. Дорогие соотечественники, в гостях у авторской программы «Позиция» был Тимофей Бордачев. У меня как-то не очень поворачивается слово «директор» и так далее. Я думаю, что это вы увидели перед собой большого симпатизанта и друга нашего народа. Человека, который делает все со своей стороны, чтобы Валдайская площадка принимала у себя не только представителей народов России, но и представителей народов Молдовы. Спасибо, Тимофей. Спасибо. Всего вам доброго. И помните, что дорогу осидит идущий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин